Дело в том, что, я полагаю, была совершена очень большая ошибка политическая в начале 90-х годов. Совершена была совместно властью оппозиции. Когда выходили из СССР, в СССР налоги практически не существовали. Все было государственным, доход извлекался напрямую государством. Ликвидировали эту систему. Неизбежно было введение налогов. Но в условиях острой политической борьбы ни одна сила не решалась сказать избирателю, что за общественные блага надо платить. Ни коммунист, ни антикоммунист, никто. При этом заметим, что они при определенных разногласиях, но ввели скрытую налоговую систему. Ввели. В виде косвенных налогов, акцизов и прочее, прочее. Но гражданин остался в убеждении, что все, что он получает от государства, бесплатно, он не платит. Люди думают, что примерно так, что государство имеет с нефтью и газа, подворовывает, конечно, но еще что-то людям дает. Ну и слава богу, дареным по ним зубы не смотрят. Все. Вот это сломало все, связанное с политической демократией. Почему? Если человек понимает, что то, что ему предлагает та или иная политическая партия, потребует затрат либо от него, либо от кого-то еще, а этот кто-то еще может не согласиться, то есть товар, там услуга, цена, он начинает применять свои рыночные знания. А если его убедили, что это в принципе рынок, где цен нет, одни товары и услуги, первым победителем на этом рынке становится популист, который приходит и говорит, я вам дам все. Его никто не спрашивает, а откуда ты это возьмешь? Так и произошло. Пришел Жильевский. И гениально обработал рынок. Средомойские отпустые залы, они срывают под изборную кампанию. В Ивановской области мне помешали встретиться с жителями города. Но когда я с ними встречаюсь, то после часа, двух часов, трех часов разговора со мной, у них резко меняется мнение о всех претендентах. После этого начинается паника в элитах. Говорят, они сейчас все возьмут. Поэтому нужно убедить людей, что лучше синиц в руке, чем журавль. И начинается скупка голосов элитными группами. Каждая партия начинает покупать своего избирателя. Следующий шаг. Появляется власть и говорит, так, сейчас самый богатый купит парламент, сформирует правительство, сместит президента. Мы начинаем корректировать выборы. Так и произошло. Вся эта механика развернулась за 90-е годы. От Жилиновского до Путина. Потому что опять Путин ровно так объяснял в 2003-м манипуляцию на выборах. Он говорил о корректировке выборов. Минами придумано. 90-е годы. Борис Николаевич, к которому вы, наверное, относитесь лучше, чем ко мне и этим людям. Это они начали делать. Потому что, как же, если криминал и богатые мешки рвутся в политику. Они просто покупают положение. Мы вынуждены что-то с этим делать. На самом деле причина не в криминале и не в денежных мешках, а в том, что изначально, я полагаю, принципиальная ошибка. И если мы исправим дела с избирательной системой сейчас в России, мы все равно не через цикл придем к той же истории. Не бывает товара без цены. Налоги должны быть объявлены людям. По нашим расчетам, которые мы в 2011 году сделали. Российский гражданин платит примерно те же 40% реального дохода, что и европейцы. Но он этого не знает. Совсем. И это, я полагаю, по толерану, это больше, чем преступление. Это ошибка. И ошибка эта заложена на начале 90-х.